Вчера степень внедрения коронавируса в нашу жизнь достигла уже и криминальных ее аспектов. В Екатеринбурге был выловлен злостный уголовник, сбежавший из-под ареста. Так вот, его опасность для общества усиливалась еще и тем фактом, что он имел диагноз COVID-19. Ладно, хоть полицейские сработали четко, и долго он среди мирных граждан в бегах свои вирусные следы не оставлял. Некий Саша, неоднократно судимый за очень серьезное преступление, после очередного освобождения по решению суда находился под административным надзором, но плевать хотел на наложенные на него при этом обязанности и ограничения. Причем плевал регулярно, и когда уже некоторые раз в году это случилось, полиция отправила материалы в суд, который накануне Дня Победы и посадил Сашу по статье 19.24 КУАП на 10 суток. И это, между прочим, гуманный минимум для части третьей. Свезли его на Елизавет в спецприемник, и там ему стало худо. Вызвали скорую, и выяснилось, что он коронавирусный. Стали лечить его в больнице номер 2. Хворь, видимо, протекала в легкой форме, и он утекал тоже по-легкому в минувшее воскресенье. Однако, видать, с подорванными легкими бегать несподручно, даже если в них воздух свободы. И уже в понедельник ему, грубо нарушая социальную дистанцию, ласты-то склеили. Теперь коронованного вирусом зэка, чья тяга к свободе аж на майке и на фото проявляется, долечивают в больничке уже под пущей охраной. А когда его оттуда выпишут, поедет он обратно на Елизавет. Пять суток, ровно половина срока у него еще за ушами осталось. Другое место несвободы. Сезон номер 1 в центре Екатеринбурга, как мы уже говорили, отражается в сводках, потому как вирус там нашли у одного из сотрудников, не контактировавших с арестантами, но общавшегося с осужденными из хозобслуги. Сейчас там организовали два обсерватора. Для сотрудников, которые давно уже на казарменном положении и работают вахтами по две недели, и для спецконтингента. Под это дело, скорее всего, выделили помещения для длительных свиданий. Все равно они нынче под запретом. Всего в СИЗО номер 1 содержится около тысячи следственно арестованных и уже осужденных. Напомним, Федеральная служба исполнения наказаний имеет свою собственную медицинскую, в том числе и эпидемиологическую службу с собственными инструкциями на случай вспышки, учитывающими специфику учреждений. Тюрьму, например, не расселишь для дезинфекции, да и по домам не распустишь. Что же до карантина в поту сторону решетки, то выяснилось, что прибывших из индийского штата Гуа Свердловчан поселили на двухнедельную обсервацию, ни много ни мало, в гостиницу губернского яхт-клуба Каматек, видимо, принимая во внимание то, что роскошные виды на воды Верхесецкого океана помогут им, привыкшим к жизни на берегу, легче адаптироваться. Портал Е1 приводит краткий рассказ Екатеринбурженки Ольги Зеленовой. Цитата. После заселения случился инцидент. Один парень, очевидно, устал после перелета и решил объявить бойкот. Он двое суток не открывал дверь. К нему вызвали полицию и скорую. В итоге его, кажется, оставили здесь, но переселили на другой этаж. Мне пообещали, что предоставят хирурга, который снимет швы страны на ноге, которые я получил еще в Индии. Все нужды обсуждаются, все средства гигиены выдают. Родственники могут передать книги. Выносить отсюда ничего нельзя, поэтому мы сидим и съедаем в номерах все, что привезли с собой для родных. Нас заселили в номер по двое. Здесь мы живем в шикарных условиях, с квалифицированным персоналом. Нас обслуживают на высшем уровне, хотя видно, что люди не спали по 2-3 дня. Спасибо им за заботу о нас. В то же время, в, пожалуй, самом роскошном месте обсерваторского заточения, в санатории «Белый камень» под Азбестом, где живут, как в сказке, вернувшиеся со сказочного острова Бали, маленький общий праздник. Первый из двух обязательных анализов показал, что вирус по состоянию на вчера ни у кого не вызрел. На десятый из 14 дней изоляции возьмут второй анализ. Ну, а у тех, кто еще раньше эвакуировался из Таиланда, оба анализа позади. Ни одного заболевшего за две недели не случилось, и давеча случился у них выпускной из санатория «Гранатовая бухта», что под сысвертью. Вместе с ними закончили двухнедельную вахту и медики, которые, в отличие от туристов, постоянно были в защитной амуниции с головы до ног. Турист Александр пишет. Я хочу сказать спасибо всем, кто две недели нас обслуживал. Организация прививания здесь, в санатории «Гранатовая бухта» на пятерочку. Аккуратно, вовремя, вежливо и внимательно. Оно и понятно. Здравница областного правительства. Куда простым смертным попасть непросто. Как сказал мой друг, считай, у Христа за пазухой побывали. Так и буду вспоминать эти деньки. Конец цитаты. Совсем противоположные по части радостей вести поступили из областной клинической больницы номер один. Вчера с утра пришедших на работу 15 врачей, медсестер и, конечно, санитаров лоротделения огорошили, что домой они пойдут только через две недели. Потому как у одного из пациентов с острой респираторно-вирусной инфекцией случился положительный тест на COVID-19. Виновника торжества, болеющего в легкой форме, конечно же, немедленно перевели в соответствующую больницу. Дезинфекция, изолирование и тестирование контактных. Все, как положено при начале карантина, все проводится. 11 пациентов, разумеется, продолжают свое лечение. И очень может так случиться, что подобная угроза нависнет и над каким-нибудь подразделением Екатеринбургской мэрии. Ну, так, чисто теоретически. Дело в том, что вчера оттуда на скорой помощи увезли одного из работников с высокой температурой. В былые времена такого бы отпустили с Богом домой пить чай с малиной и лимоном. И никто на всем белом свете о таком ЧП вселенского масштаба и не узнал никогда. Но времена нынче другие, почти что как на войнушке. В мэрии факты подтвердили. За исключением того, что сотрудник вот прямо-таки был госпитализирован. Такой информации нет. Ну и понятно, что совсем не обязательно причиной должен стать пресловутый ковид. Но если что, говорят в мэрии, нас известят. Но в этом сомневаться не приходится. Известят, конечно. Да так, что две недели мало не покажется. В нечуждом мэрии Екатеринбурга Мупи Гор Транс заявили, что они оставят без помощи семью водителя автобусного предприятия номер 6 по имени Хаджи, которого увезли на скорой в день его рождения 1 мая. А в минувшее воскресенье он скончался от коронавируса. Сергей Нугаев, гендиректор Гор Транса, рассказал. «Руководитель автобусного парка, где работал водитель, сейчас ищет его сына. К сожалению, у нас нет его контактов. Знаем, что он приезжал в больницу и оформлял документы по факту смерти отца. Либо тело умершего будут перевозить в Таджикистан, либо организует похороны здесь. Независимо от этого, с ритуальными услугами мы обязательно поможем». Конец цитаты. И, наконец, о расплате, которое сегодня таки настигло уже давно и публично покаявшегося организатора нарочито показательного пира во время чумы Станислава Славяковского. Речь идет о все той же квартирной всеночной вечеринке с гостями, число которых разные источники указывают от 10 до 30, которая проходила месяц назад на улице Московской, причем под ногами танцующих располагались кабинеты филиалов Эпидемиологического центра и Роспотребнадзора. Про штрафы, выписанные молодой паре, непосредственно предоставившей свой квадрат для этого, мы уже рассказывали. Тогда суд ограничился минимальной суммой, предусмотренной за нарушение статьи 20.6.1 КОАПа. Штраф – 1 тысяча рублей. В случае с профессионалом Станиславом Славяковским, имеющим очень-очень многолетний стаж организации всевозможных тусовок, в том числе и натурально с БДСМ-уклоном на площадях муниципального очага культуры, суд не был столь лоялен. Не помогло даже сделанное ранее публичное через СМИ заявление о глубоком раскаянии и понимании зловредности произошедшего. Не очень помогла и просьба самого нарушителя сильно его не обезденеживать, поскольку временно он безработен. Из диапазона от 1 до 30 тысяч рублей суд выбрал для него штраф в 15 тысяч. Сам наказуемый заявил, что эти деньги будут для него собирать друзья.